Технологическая конференция TechCrunch Disrupt, которую одноимённые издания проводят каждый год в крупнейших городах США и Европы, для создателей стартапов возможность выйти, если не высшую, то в первую лигу в мире высоких технологий. Шанс быть замеченными потенциальными инвесторами или более крупными игроками и выиграть приз 50 тысяч долларов в битве стартапов. Украинец Роман Белкин с супругой привезли в Сан-Франциско свой проект Cardioma. Белкин разработал миниатюрный сенсор, который следит за работой сердца, приложение для смартфона, которое собирает информацию, и специальный облачный сервис, в котором эти данные обрабатываются. Уникальность в том, что мы используем биосенсоры высокого разрешения, которые используют классические подходы к кардиологии. То есть это регистрация электрокардиограммы, а не пульсовой волны, как в основном это делают и Apple Watch, и Bit, и многие интерпренёры. И анализ происходит в облаке с помощью искусственного интеллекта. Над проектом Белкин работает с 2015 года и утверждает, что внимание к нему проявили партнёры из 14 стран, в том числе из США, Канады, Бразилии, Аргентины, Германии, Китая и Японии. Раз уж мы на TechCrunch и Distrapped, там, где представляют лучшие стартапы, собственно, давайте этот стартап на себе и проверим. Раз нам Роман Белкин рассказывает про своё замечательное устройство, в котором можно бегать и плавать, и которое расскажет мне, насколько хорошо работает моё сердце, насколько во мне жизненной энергии, давайте проверять. Так, то есть мы это крепим... Если волосатая грудь не отвалится. Вообще стартап начинался с простой идеи – создать устройство, которое бы следило за здоровьем мамы, живущей в Харькове, и сообщало о любых проблемах и необходимости обратиться к врачу. С тех пор кардиома трансформировался в более масштабный проект, выиграл несколько наград в сфере стартапов и привлёк два раунда венчурных инвестиций. Мне же устройство выдало неутешительный вердикт – пониженный уровень жизненной энергии. В поисках, если не лекарства, то обнадёживающего прогноза идём к молодым людям в белых врачебных халатах, тоже говорящим по-русски. Андрей Гришаев и Александр Таран представляют стартап с экзотическим названием «Татакота». Проект с пропиской на Кипре, производством в Нидерландах и российской научной и инженерной базой обещает с помощью вот такого устройства и специального программного обеспечения быструю и точную медицинскую диагностику и обработку результатов анализов. Суть проекта – создать устройство, которое позволяет проводить быстрые тесты в течение 10 минут, получать результат на мобильный телефон, и чтобы можно было отследить динамику, изменение каких-то параметров в крови или в других сэмплах, например, в моче или в слюне. Проект «Татакота» уже прошёл этап первых пилотных тестовых устройств и начинает серийный выпуск, получив финансирование от фонда венчурных инвестиций «Кинетик». Интерес к устройствам для быстрой и точной диагностики уже проявили инвесторы и покупатели, в том числе крупные медицинские центры в США, Германии, Индии, России, Нидерландах и Швейцарии.